Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители канала Юрвиста. В рамках текущей ситуации многие предприниматели задумываются об открытии счета за рубежом, и, как правило, выбор падает на восточные страны. Особое место среди таких юрисдикций занимают Объединенные Арабские Эмираты. Почему же эта страна так популярна для открытия как личных, так и корпоративных счетов? Каким критериям необходимо соответствовать и какие документы необходимо предоставить, чтобы пройти все проверки придирчивых арабских банкиров? Об этом и многом другом поговорим в нашем ролике сегодня. Задавайте свои вопросы в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. В связи с санкциями и текущей ситуацией в мире, в целом россиянам становится все сложнее открывать счета в зарубежных банках. Большое количество отечественных предпринимателей получают отказы в рамках ужесточившейся процедуры комплайенса. Однако Объединенные Арабские Эмираты продолжают открывать счета гражданам Российской Федерации. Многие предприниматели для личных или корпоративных счетов выбирают именно эту юрисдикцию. И это не зря, ведь в стране сочетаются разные модели ведения бизнеса и банкинга. Традиционный Восток гармонично сливается с современным западом. На данный момент Эмираты являются одним из мировых центров торговли и экономики. Стабильность финансовой системы и надежность арабских банков также является главным преимуществом при открытии счета. Наличие счета в Эмиратах позволяет осуществлять денежные переводы в любые страны. Наибольшей популярностью среди банков пользуются Машрек банк, ФАП, Юнайтед Эрабанк и Эмирейтс НБД. Весной 2022 года Российская Федерация была отключена от систем виза и мастер-карт. В связи с этим многие россияне стали открывать личные счета в других странах. Такие счета являются надежным способом хранения сбережений, а также представляют собой возможность осуществлять переводы в разных валютах через международную систему SWIFT. Для открытия личного счета в Арабских Эмиратах необходимо присутствие заявителя. Банку нужно предоставить заграничный паспорт и резидентскую визу. Кроме того, необходимо доказать наличие дохода в формате выписки по счету за последние полгода, а также предоставить рекомендательное письмо из банка. В качестве подтверждения адреса заявителя можно использовать счет за коммунальные услуги. После предоставления всех документов банкир приступает к их рассмотрению. Как правило, процесс проверки документов и открытия счета занимает от двух недель. Для открытия корпоративного счета также потребуется личное присутствие заявителя. Учредитель должен предоставить банкиру заграничный паспорт, резидентскую визу, Emirates ID, резюме, выписку по счету за последние шесть месяцев и рекомендательное письмо из своего банка. Также необходимо показать бизнес-профиль компании. Кроме того, банк запрашивает корпоративные документы компании, свидетельство о регистрации, лицензию, учредительный договор и устав. Все документы должны быть переведены на английский язык. Важно отметить, что комплайнс-отдел банка имеет право затребовать любые иные документы или запросить любую дополнительную информацию. Если вы планируете открыть счет в Арабских Эмиратах, то наши специалисты готовы проконсультировать, помочь определиться с выбором, а также подготовить документы и организовать встречу с представителем банка. Более подробную информацию по данной теме вы можете найти в статьях на нашем сайте, а также обратившись к нашим специалистам за консультацией. Спасибо за просмотр, до новых встреч!